Привет, друзья! Вы вновь на просторах развлекательного канала Помидорка за решетки. Меня зовут Бакши Севедмитрий. Мы продолжаем проходить Assassin's Creed 3. И, к слову, о наградах за всякого рода собирательство, друзья. Этот полазил, и оказывается, всё очень просто. Смотрите. Заходим в журнал, идём в коллекционные предметы, и смотрим. Альманахи Бостон. Внизу награды. Инструкция по созданию изобретения. За альманахи будут давать инструкции. Перья. За сбор перьев дадут наряд Ганья Гэха. Так что собирать, в принципе, может быть и нужно. Это всё добро. Даже не может быть, а хочется увидеть этот наряд Ганья Гэха. Скорее всего, это тот самый наряд, который был в самом начале. Но, может, это и не так. Не знаю. Может быть, это какой-то ассасинский наряд Ганья Гэха. Не знаю, не знаю. Нужно увидеть. Сундуки Бостон. Ничего, 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 ничего. Побрякушки. Ну, не пишут, по крайней мере. И это ладно. Морские задания. Вот. Сокровищ капитана Кида. За сбор... За выполнение сокровищ капитана Кида мы получим наряд капитана Кида, модель Аквилы и частицу Эдема, друзья. Так что вот это задание точно выполнять нужно. Исследуйте Форт Волкот. Вот где мне этот Форт найти на карте? Сейчас я нахожусь во фронтире. Во фронтире мы по-любому еще появимся где-нибудь... Где-нибудь возле поместья. В общем, это все будет. Я обещание свое буду выполнять. Мы сейчас пойдем делать основное задание. Соскучился я по ним тоже. Так. А потом... Ой, блин, им нужно выкинуть этот долбанный топор большой. Давайте как-нибудь это сделаем. Как это делается? Так, оружие. Вот. Как мне его выкинуть, а? Вот я взял его. А выкинуть можно? Нет, я его могу только убрать. Представляете? Скорее всего, как-нибудь-то можно выкинуть. Ну, ладно. Походим с томогавком и с луком. Пока что. Что? Почему? А, мы еще во фронтире, да? Нет, мы уже в Бостоне. Нет, мы во фронтире. Тьфу ты. Я думал, мы уже перешли в Бостон и удивлялся, почему на радаре показан восклицательный знак на переход. Да-да-да, переходим на... Перемещаемся в Бостон. Там нас ждет основное задание. Ну, ты топорище, а? В предыдущих частях нужно было улучшаться у портового, чтобы такие... Двуручное оружие, чтобы таскать. Так. Вот это плохо. И куда это мы переместились? А, ну нас здесь не разыскивают, так что все хорошо. В принципе. Давайте посмотрим на карту. А в Бостоне купим карты, кстати говоря. Опа, здесь клуб авантюристов тоже есть. Бостонские бойцы. Вот это мы не видели. Там что-то типа бойцовского клуба. Основное задание. Клуб авантюристов. Много как, а? Это задание для поместья, по всей видимости, да. Клуб авантюристов. Блин, много всякого добра. А это что? Контракт на убийство. Интересно, а за них что дают? Ладно, в любом случае нам нужно основное задание выполнять. Выполним его. Ну, короче, будем чередовать. Я ни в коем случае не прекращу выполнять второстепенные задания. Но я уж сам соскучился по основным. Да и по логике мы уже давным-давно должны были это основное выполнить. Так что побежали. Я знаю, что они никуда не денутся. Вообще, просто я сейчас говорю то-то-то-то, потому что я вспоминаю комментарии, которые вы писали как раз нам в видео по Ассасину. Естественно, смотрят очень много людей его. Опа. Жалко, он также не перепрыгнул корову. Вот. И у всех людей свое мнение. Кто-то не хочет, чтобы я, допустим, читал. Кто-то хочет, чтобы я читал. Кто-то не хочет, чтобы я проходил второстепенный только основной квест. Кто-то наоборот. Ну, друзья, всем не угодить. Мое дело делать так, как я хочу. Ваше дело выбрать, нравится вам это смотреть или не нравится. Писать приказным тоном под каждым видео. Заколебал делать то, заколебал делать это. Это очень и очень глупо. Ничего от этого не изменится. Так что, не нравится? Не смотрите, нравится, смотрите. Все очень просто в этом мире. 400 метров до цели мы по берегу прошлись. Довольно красиво здесь, как и обычно. Так, это что-то ленится, не работает парниша. Ну да бог с ним. Не наша он забота. Блин. Красивые места. Ну-ка. И здесь мы перепрыгнули. Отлично. 300 метров до цели. Там будет основное задание, напомню. Кстати, можно на лошадке пройтись. Что-то я раньше не подумал об этом, не знаю. Погнали. Только немножко левее. Но! Так кричит жестко. Ну давай. Ой-ой-ой. Нет, встаем. Да-да-да-да-да. Потому что здесь она не прошла бы. Да в любом случае, 200 метров до цели осталось. Совсем немножко. И креветки разные. Неплохо так. Довольно быстро дошли. Оп-оп-оп-оп-оп. С дороги. С дороги, с дороги, с дороги. Все равно, несмотря на то, насколько придется играть в нее, я думаю, что до выхода, до релиза ПК-версии мы пройдем ее. Так что... Да и вы сами видите, минимум одна-две серии в день точно есть. Так что тоже писать везде, испамить, когда серия тоже бесполезна. Когда будет, тогда будет. Поэтому у канала-то и нету расписания, по сути. Так, зря я на крышу залез, потому что здесь мы уже пришли, а там... Надо действовать. И я имею в виду, не письма с упреками. Я понимаю ваши недовольства. Давайте послушаем их. Но и вы можете понять мое нежелание тревожить улей. Твори будут жалить нас в любом случае. Да хоть сравняем счет. А, все, послушали. Можно начинать. Господа, последуй Джонсона. Начинаем задание. А, Конор, здравствуйте. Что привело вас в Бостон? Вы. Простите нас, господа. Спасибо. Наш разговор грозил уйти в неприятное русло. Итак, чем я могу помочь? Мне нужен Уильям Джонсон. Вы мне поможете? Конечно. Я направляюсь на встречу с теми, кто сумеет вам помочь. Присоединяйтесь. Хм, ну что ж, ладно. Второстепенное задание. Мне надо видеть, что люди наконец-то восстали против несправедливости. Сказал человек, у которого есть раб. Ха, кто? Сари? Мои слова не расходятся с делом. Она свободная женщина. Хотя бы на бумаге. Взгляды людей изменить сложнее. Увы, несмотря на прогресс, мы цепляемся за это варварство. Так вы скажетесь против. Сначала нужно отстоять наши права. После этого мы сможем заняться другими делами. Вы говорите так, словно ваша участь не легче рабской. Это не так. Скажите это тем, у кого квартируют британские солдаты. Или тем, чьи лавки закрылись из-за недовольства. Не договорил. И я забыл, на чем он меня перебил. Так что ладно. Хватит болтать языком. Живо открывайте дверь, или ее выбьет. А, черт, мы заходим. Молодец какой, а? Достаточно, Коннор. Идите дальше. Я догоню вас позже. Молодец. В любом случае. Ну-ка, отставим, Дима. Помоги вы мне! Помогли. По делам, Эмма. Пусть только попробуют снова прийти. Вы в порядке? В полном. Не в первый раз дерусь. У этих летят острые зубы и когти, но дерутся они как щенки. Спасибо, дружище. Я бы купил вам Эля, но меня давно кое-где ждут. Нормально. Так, нужно присоединиться на собрании к Сэмуэлю Адамсу. Довольно далеко он успел ушвырнуться. Что у нас здесь справа? Что это за знак такой? Что за знак? Что это? Избавьтесь от сборщиков налогов. Надо выбираться отсюда! Опять нужно! Ну что ж, это было довольно быстро. Давайте сорвем плакат. Тихо, тихо, тихо. Срывай. Отлично. Мне нужно избавиться еще от одного сборщика налога. еще от одного рейда сборщиков налогов. Надо убираться отсюда! Так, отлично. Давай, давай, давай! Ой, 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 ой! Быстрее, быстрее, быстрее! Ах, не успел! Не успел закрыть... Закрыть себя живым щитом? Это паршиво. Ну, блин, сколько вас, а? Смотрите, не убейте меня. Уровень известности 2. Главное, чтобы 3 не стало. Тихо, тихо, тихо. Главное, чтобы не стало 3. Подстанет 3, будет паршиво очень. Тихо, и... Отлично. Быстро сорвать кого-нибудь, или что это? А, договориться с глашатаем. Так. Статус инкогнито, отлично. Все, валим отсюда. Теперь уже можно с Адамсом встречаться. Назятка не такая уж большая была. А дело он сделал хорошо. Сразу 2 уровня известности убрал до инкогнито. Красота. Так, в итоге всем патрулям плевать на меня. И это хорошо. Можем спокойно перемещаться по городу. 100 метров до цели. Вот только странно, они не отпускают. Блин. Интересно. Заподозрят что-нибудь, если я сорву плакат перед их носом? Нет, вы гляньте. Странно, я же инкогнито. Почему плакат висел? Странно, что они не пускают еще во дворы. Ну, то есть, вот тот патруль, который стоял, крыл во двор. Если бы я прошел, по идее, они бы на меня, грубо говоря, сагрились, да? Ну, то есть... стали бы некультурно выражаться, бить, в общем, вести себя, как настоящий полицейский. Коннор, хочу познакомить вас с моими друзьями. Владелец этого славного заведения Уильям Молину и управляющий повар Стефан Шафо. А, мы с Коннором как раз столкнулись с солдатами. Сборщик налогов хотел вломиться в мой дом. Эти сборщики наглеют с каждым днем. Нужно заняться этим, Сэммиэл. Пора поднять знамя. Сделать что-то, чтобы дать людям знать. Они не одни. В порту неспокойно. Недовольные пикетируют поставки британского чая. И весь город глаз не сводит с этой сцены. Бостон из решения чая опасен. Уильям Джонсон сгружает чай тайно. Его человек пытался продать мне это. Я отказался, но вот образец тех кораблей. Взгляните на печать. Джонсон просит в три, дорога. Те, кто согласился, озлотят его. Где он сейчас? Я с ним не знаком. А зачем вы его ищете, Коннор? Он хочет купить землю, на которой стоит моя деревня, не спросив согласия у моего народа. Без всякого сомнения, доходы с этой контрабандой идут на покупку земли. Без сомнения, этот налог на чай поощряет контрабанду. Думаю, те же, кто задирает налоги, продают чай. Сцене нужен спектакль. Я знаю нужную пьесу. Уничтожьте контрабандный круз. Ну что ж, по всей видимости, в этой сцене мы и будем играть главную роль. Так, а как отсюда выйти? Идите, Коннор. Да все хорошо, не очкуй. Слушай, а с ним поговорить можно? Ага, Коннор. Люди Джонсона по всему Бостону таскают контрабандный чай. Увидите ящики, попробуйте перехватить поставку. И эти чертовы сборщики налогов опять за свое. Поручить бы их как следует, а? Ха, очередные задания, в общем-то, придуманы для нас, чтобы мы не расслаблялись. Отлично, выходим отсюда и отправляемся... ...по всей видимости, рушить контрабандный бизнес. Да, это было мощно. Нет, не превышайте второй уровень известности, почему-то... ...не выполнено. Что странно. В общем-то, до двух добил. Но, по всей видимости, нельзя было именно больше единиц. То есть, до второго уровня известности доходить. Ну да ладно, плевать. В любом случае, отправляемся в парт. В парт! Да, именно в парт мы отправляемся. Так. Беспризорники, идите вон. Тихо-тихо-тихо, с дороги. Может синхронизироваться с этой башней? Да, давайте так и сделаем. Странно, что мы этого раньше еще не сделали. Мы здесь довольно часто, по всей видимости, будем пробегать. Судя по тому, что рядом находится тот бар. Ну или та таверна, как хотите называйте. Так что, необходимость есть в синхронизации. Давай-давай-давай, еще выше. Отлично! Вот так вот. Все, почти забрались. Очередной вид красивый. Блин, тут строится корабль, собирается. Там форт. Потрясающе, да? На Бостон. Красота. Мне очень нравится. О, я помню тот холм, мы там были зимой, по-моему. Здорово. Синхронизация, в любом случае. Здорово. Так, где сено? А, вон, вижу. Вперед! Ах, нет, вы представляете, с такой высоты падать. Я вот этого не понимаю, конечно. Ну да ладно. 200 метров до цели. Мы, опять-таки, в режиме инкогнито, нас никто не видит. А давайте поверху пройдемся. Оп, 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 через это окно слева можно пройти, но нам не нужно. Так, перехватите контрабандистов и уничтожьте товар. Не вопрос. Займемся этим. Я вижу их. Я уже вижу их. Надо спускаться. Эй, куда они исчезли? Куда они... Что за... Куда они исчезли? О, черт, ну да ладно. Пробежимся по строительным лесам корабля. Вот так вот их и возводили. Здорово уже. Опа, оп, 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 подождите, подождите, подождите. Назад. Там появился еще один контрабандный отряд, если можно так назвать. Вот он, парниша. Привет. Ха-ха. А я думал, кто же на меня прыгнет сейчас? Кто налетит? А кто может еще налететь, кроме этих ублюдков? Правильно? Так, а где ящик-то? Глашат-эф я вижу. Подожди, мне не его тащить нужно. Или его. Я не вижу ящика. Поднимайся. И так вообще, как будто у них ноги сломаны. Да я не вижу ящика здесь. И что же делать-то? Понятия не имею. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Взаимодействие. Давайте заданица посмотрим. Ограничение на число выстрелов. Да плевать. Уничтожьте контрабандный груз. Нет, авторстепенное задание. Вот. Просмотреть подробности задания. Агент Стефана Шафа. Управление. Что это такое вообще? Центральный округ спорный. Тоже захватает и так далее, да? По всей видимости, задание освобождения. Да-да-да. Панорама, бла-бла-бла. Легенда. Нет, это нам не нужно. А знаете что? Плевать я хотел. Ну что мне с ним сделать? По всей видимости, убивать его не надо было, да? Уничтожьте контрабандный груз. Ну что, мне его куда-нибудь в море, что ли, выкинуть? Я не знаю. Сейчас попробуем. Наверняка глуплю как-то. И слишком усложняю. Ну, что ж поделать. Я умею. Я умею так делать. Умею и, по всей видимости, люблю усложнять себе жизнь. Так, мы опять инкогнито стали. Это хорошо. Ограничение на число выживых, так как контрабанд с помощью пороховых бочек. Ага. Внимание. Запретная зона. Так, хорошо. Пороховых бочек, да? Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Не обращайте внимания. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Уйдем отсюда. Сюда стрелять? Нет, не сюда. А где мне взять пороховые бочки? Вы гляньте, он встал, что ли? На радаре показано место рядом со мной. То есть, то самое место, где я только что утопил контрабандиста. Да что за... Да слезь отсюда, дружище. Он не хочет туда идти. Ну, наконец. Ну, хоть так. И не хочет виснуть. Да что происходит? Вы гляньте, что он творит. О, черт. О, черт. О, черт. Ой-ой-ой. И плевать мне на пороховые бочки. Хотя я вижу его. Вижу ее, точнее. Теперь вижу. Ну, возле этого груза, по крайней мере. Давай-давай, прыгай. А, молодец. Не заденет, наверное, да? Не задел. Не задел. А, черт. Выстрелил первый. Тебе бы в ковбойской дуэли участвовать, дружище. Что, хочешь дальше стреляться? Вот и я думаю, что не хочешь. Ладно. Хотя нет, вот бочка внизу есть. Спускайся. Вот. Все, ладно. Плевать на стопроцентную синхронизацию. Да вообще на какую-либо синхронизацию. Как только он залазит на них, он сразу ставит бомбу. Мне ничего нажимать не позволяется, ничего. Так что ладно. Уничтожим уже хоть как-нибудь. Бомбами так, бомбами. Я так понимаю, за увеличение синхронизации только мне дадут. Дадут мне только, точнее, увеличение количества жизни, по всей видимости. Да ладно, драться хотите? Опа! Вот они, идиоты, да? Друзья, подруги, ну зачем вы деретесь? Я же могу сделать вот так. Так. Освободите округ от влияния тамплиеров. Ваш статус инкогнито. Опять? Ну да ладно, мне это нравится даже. Контрабанда уничтожена. Извини. Ну, по крайней мере, то тут... Та часть, которую мы знали, которую нам показали. Которую мы видели, которую могли уничтожить. Мы ее уничтожили. 150 метров до цели. И как же мы будем уменьшать влияние тамплиеров в этой области? Уже очень мне интересно. Интересно по той причине, потому что потом, скорее всего, это станет не постоянной целью, а второстепенной. Поэтому мне интересно, как они здесь это реализовали. То есть уничтожаем какие-нибудь товары, да? А потом что? Перехватите контрабандистов и уничтожите их товар. Давайте еще раз попробуем. Не попробуем еще раз, он исчез. А, нет, не ищет. Вот он. Так. Понятно, их не убивать нужно. Их просто красть. У них просто красть нужно. Два из трех выполнил. Что ж, ладно. Еще одного контрабандиста найду. Просто столкну его товар просто и все. Там не красть. Нажимаешь кнопку красть. Он толкает, вот как в заставке было. Ящик падает и все. Прихватите контрабандистов. Да я не вижу больших. А, вот вижу. Вот, смотрите, подходим. Нажимаем украсть. И ничего не получается. Толкаем. А, вот как это делать. Просто толкаем и все. Дружище, извини меня. Последуй Джонса. Да, 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 да. Плохо мы выполнили. Это задание плохо, плохо. Знаю, знаю. Да плевать. Найдите Стефана Шафо. Или Стефана Шафо. Понятия не имею. Ну, давайте сходим. Ну, это тот вот дружище. Бармен. Наш новый знакомый. Мы сейчас к нему быстренько прибежим. Да, тут не красть нужно именно толкать. Контрабандиста, он роняет, и все хорошо. То есть, мы перехватываем его груз, получается, и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, и так далее. Вот он, его бар. Или таверна, или как хотите, называйте опять-таки. Стефан, что стряслось? Где сам Адамс? Стефан. Не знаю. Меня ограбили. Я перевез до ценности. Но пока меня не было, кто-то все украл, мерзавцы. Стефан. Ну да, это вы. Вернуть мое имущество. Защитите шафу. Ну ладно. Тихо. Я бы взял лук и томагавк. Лук быстро стреляет, быстро перезаряжает. Надеюсь, он не будет с ними. Я его опережу, пожалуй. Яд. Да стрелу возьми. Стрелы, стрелы, стрелы. Мне нужны стрелы. Француз. Стефан Шафо. Он по-французски сейчас идет и всех материт просто. Вы гляньте. Вы гляньте, люди агитируются. Люди агитируются. Они идут против красных мундиров. И посмотрите. Да, они идут за нами. Они атакуют. Впереди вообще атакуют все просто... Весь простой лют красные мундиры. Вы не британцы. Не подданные короля. Вы не рабы. Но король шлет солдат, чтобы... Опа. 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 Где, где, где? Ну где он? Я не вижу. Стефан, прошу, послушайте меня. Я слушал слишком долго. Эти грабители врываются в мой дом. Я отомшу. Виновные заплатят сполна. И их дужки. Стефан. Я слишком долго терпел это безобразие, говорит Стефан. Вот что называется. Накипело. Двоих одной стрелой. Реально, двоих одной стрелой убил только что. Опа. Офицера убили. Ты что, танцуешь? Завершите незаметные убийства еще какие-то. Не участвуйте в столкновениях дольше там определенного времени. Да идут они в баню. Молодец. Вот так вот это и делается. Куда не плюнь, повсюду англичане. Они отняли мой дом. Дом, бла-бла-бла-бла-бла. Блин, стрелы. А, вот как раз, плюс две стрелы. Отлично, у меня шесть осталось просто. Стефан Шафо. Блин, где идет, просто материт по полной всех. С несправедливостью можно бороться, но не так же. Ну, черт его знает. Мне вот нравится. Стефан. На самом деле Конор как-то не очень убедительно переубеждает его. Идет и помогает. Стефан, Стефан. У тебя будет рожа под цвет мундира, копыль. На конец. Рожа под цвет мундира, совсем без намека. Я еще умудряюсь становиться мурадером понемножку. Как и говорил, на синхронизацию плевать. Уничтожен. Глупая тварь. И я должен сказать Джонсону, что его чай вдруг взял и сам сгорел. Сдор. Кто-то за этим стоит. И ты выяснишь, кто. А не сможешь, я тебя пристрелю и найду шавку умнее. Что будем делать? Сейчас узнаете. Используйте своих рекрутов в бою и применяйте их уникальные способности. У меня есть рекруты? У меня есть рекруты? Ну что ж, убийство. Погнали. Рекруты. Откуда они только, я не понимаю. А, Стефан. Это ты, рекрут мой. Ох ты ж, ёкарный бабай. Стефан. Ха-ха-ха, настоящий мясник. За что? У вас нет права грабить людей. Даже по указу парламента. Какой парламент? Я работаю на Уильяма Джонсона. Джонсона? Прикончите его без шума. Прошу. Ой, жесть. Вон и есть наш рекрут. Первый. По всей видимости. Кажется, люди вас слушают. Как там ваши вещи? Люди слушают меня, потому что я говорю правду. Что в тысячу раз дороже содержимого моего сундука. Пусть Томми им подавятся. Вы справились. Я же обещал вам Эль, когда вы мне помогли. Взамен предлагаю свою верность. Пусть это и немного. Вы помогли мне. И я благодарен. Теперь мне надо найти Сэма Адамса. Потрясающе. Повар в гневе. Да, достижение выполнено. Ну, не достижение, а задание выполнено. Отлично. В общем, у нас бешеный мясник. Француз теперь с нами. Чтобы освободить круга тамплиеров и завербовать новых ассасинов-рекрутов, ищите задание. Ну, я понял. В общем, с той меткой. Отлично. Способность поднять бунт позволяет рекруту спровоцировать мятеж вблизи цели. У вас появился новый рекрут. Селекторы и получить доступ к меню гильдии. Давайте. Л2. Открываем селектор. Получаем меню гильдии. Видим бунт, способность и убийство. А, подождите. Также есть контракты. Да. Квебек. Ньюгемшир. Массачусетс. Руд-Айленд. Нью-Йорк. Пенсильвания. Нью-Джерси. Делавер. Мэриленд. Вирджиния. Северная Каролина. Южная Каролина. Джорджия. В общем, все восточное побережье. Довольно легкое задание в Руд-Айленде. Ну-ка. Новый полк. А, и тут тоже сюжетно, что ли, получается. Единиц опыта получат. Джеймс Митчелл. Вернум. Хочет набрать полк постанцев из жителей Род-Айленда. Помогите ему, научите Вернума, как следует готовить солдат и вести их за собой в битву. Вполне возможно, что он станет нашим важным союзником. Там 40 единиц опыта, 250 фунтов и 2 молока. Ну, Стефан Шафо, если пойдет, то 77% того, что он справится с заданием. Хотя, конечно, можно, наверное, его потренировать пока без заданий. Все-таки получит всего 40 единиц опыта. А шанс того, что он не справится, велик. Ладно, подождите, пока без заданий. Я боюсь потерять его. Стефан слишком важен для меня сейчас. Уильям Джонсон, да, обновлена база данных. В общем, все, конечно, круто. Давайте посмотрим. Воу, охренеть, заданий сколько, заданий освобождений. Нам явно будет чем заняться, да? Но прежде, в следующей серии, я бы хотел выполнить пару заданий для клуба авантюристов. Того, что они мне прикалывают. Развеять пару легенд. Потом, наверное, сходим в бойцовский клуб. Ну, вот это тут бостонские бойцы. Посмотрим, что там. И задания в поместье выполним. Но это будет все в следующих сериях, друзья. Друзья, офигительная все-таки эта игра. Всем спасибо, всем пока. Не забывайте про лайки и комментарии.